Более полутора миллионов тонн высокооктавного бензина в год. Столько горючего будет выпускать Атырауский НПЗ после завершения реконструкции производства. По государственной программе ФИИР на предприятии создаются комплексы по производству ароматических углеводородов и глубокой переработке нефти. Финансовую поддержку оказывает группа компаний Байтирек. Общая стоимость проектов свыше 2,9 млрд долларов. 45% из этой суммы – льготный заем Банка развития Казахстана, рассказывает Виктор Сутягин. Стоимость комплекса по производству ароматических углеводородов свыше миллиарда долларов. В государственной программе ФИИР это один из самых приоритетных проектов. На его реализацию Банк развития Казахстана выделил заем на 13 лет. Ввод эксплуатации комплекса позволит обеспечить республику высокооктановым компонентом бензина, соответствующий стандартам К3 таможенного союза, а также дополнительными продукциями – это сырье для нефтехимической промышленности, бензол и пароксилол. В год на заводе смогут выпускать до 133 тысяч тонн бензола и 496 тысяч тонн пароксилола. Это ароматические углеводороды, которые послужат исходным сырьем для продукции нефтехимической отрасли. Параллельно на НПЗ идет строительство еще одного комплекса – глубокой переработки нефти. Стоимость проекта – 1 миллиард 800 миллионов долларов, 252 миллиона – заем Банк развития Казахстана. В целом, финансуя поддержку проекту оказывает группа компаний «Баттирек». Вот эти два проекта в Атаравской области, они в целом отражают, наверное, суть и миссию, ради чего создавал в свое время и холдинг «Баттирек», и Банк развития. То есть поддержка модернизации, индустриализации, производства, финансирование производства, который выпускает экспортоориентированную продукцию. Это будет действительно серьезная первая и очень крупная нефтехимическая производство в Республике Казахстан, что соответствует задачам, поставленным президентом по развитию нефтехимической отрасли. После завершения строительства комплекса глубокой переработки нефти, производство автобензина на НПЗ увеличится в 2, в 2,5 раза – до 1,5 миллионов тонн в год. Но важен не объем, а то, что все выпускаемое горючее будет высокооктановым. Этого объема вполне достаточно, чтобы в 2016 году полностью отказаться от поставок российского бензина, обеспечить горючим стандарты Евро-5 весь западный регион Казахстана. К тому времени завершится реконструкция Павлодарского и Шымкентского заводов, где также в разы увеличится производство высокооктановых бензинов. Виктор Сутягин, Семерлан Сутенгазеев, АТРАУ.